Откровенно и прозрачно говорили в этот день об острых моментах. Один из проблемных вопросов, который был озвучен главой села Николаем Руденко, касался Дома культуры. С 2006 года все культурные мероприятия проходят везде, но только не в клубе. На его дверях давно висит замок. Когда они вновь распахнутся, пока непонятно. Практически в 60-летнем здании протекает кровля. Необходимо произвести внутреннюю отделку, заменить систему отопления. Все это должно было случиться еще в 2020 году. В рамках федеральной программы по определенным причинам этого не произошло. Сроки преображения ДК пока размыты, но надежда все же появилась. По поводу вашего Дома культуры, скажу так. Первые деньги, которые вообще администрация района получит, просто получает деньги, они будут направлены на ремонт Дома культуры, потому что знаю, насколько он необходим. А вот капитальный ремонт в участковой больнице уже начался. Работу проводят в рамках нацпроекта здравоохранения. Запланирован ремонт кровли, замена всех коммуникаций и прочие виды работ. Ремонт здания прогнозируют завершить к концу текущего года. К слову, в рамках этого же проекта в прошлом году в селе капитально отремонтировали поликлинику. Я как житель села и довольна благодаря тех всех строителей, что сделали такое красивое здание поликлиника. Очень удобно, очень удобно. В настоящее время я сейчас хожу, колюсь, не только я, все село, там и палаты. Очень довольна, благодарна, спасибо, дай Бог всем здоровья. В комфортные условия создаются, главное теперь уделять большое внимание своему здоровью. В свое время наделать прививки, проходить диспансеризацию. Акцентировал внимание на сходе заместитель главного врача Юрий Безруков, который также проинформировал, для повышения качества и доступности медицинской помощи сельскому населению, в ближайшее время стартует выезд узких специалистов по селам. В балконы в этом году запланировано 4 таких выезда. А в этот четверг в населенный пункт приедут региональные специалисты из Центра медицинской профилактики для проведения маммографии. Побеспокоиться необходимо не только о своем здоровье, но и о здоровье своих животных. Птичий грипп, африканская чума, узелковый дерматит. Начальник ветстанции вкратце описал эпизоотическую ситуацию на территории нашего района и всей страны в целом. На территории Ахтубинского района на сегодняшний момент имеется за разных семей муниципальных образований бруцелез крупного рогатого скота, начиная с севера и заканчивая, ну даже можно перечислить селом, в этих неблагополучных пунктах в семье 11 очагов. Это садовое, копьяр, пологое займище, покровка, волхуны, золотуха и супрутовка. Также в селе была выявлена африканская чума свиней. Несмотря на то, что вирус для людей не является опасным, он практически не дает животным никаких шансов на выживание. Затронули и птичий грипп, вспыхнувший в начале этого года на птицефабрике Владимировская. Более 800 тысяч голов птиц было уничтожено. Отмечается, что птичий грипп является опасным не только для птиц, но и для человека. Поэтому сейчас на фабрике введен карантин. Работа предприятия начнется с 12 мая. Начальник ветстанции Александр Панченко, пользуясь случаем, обратился к присутствующим владельцам животных. В соответствии с новыми требованиями законодательства, все поголовье крупного и мелкого рогатого скота должно быть пронумеровано и поставлено на учет до сентября этого года. Прежние бирки, которые были отмечены на сходе, являются недействительными. Частое отключение электроэнергии в селе Болхуна прокомментировал главный инженер Ахтубинских электросетей. Главный аргумент – изношенные сети. 15 КТП, трансформатор 1-й спец.л, это тоже не так быстро, все это осмотреть, все это увидеть. А если нужна какая-то спецтехника, ее нужно с Ахтубинского присылать, соответственно, дополнительных людей присылать, это тоже время, это тоже… Вы должны это понимать. Частичная замена устаревших электросетей на современные, по словам спикера, запланирована на следующий год. Черту в сходе подвел глава района Владимир Михет, остановившись на проблемных вопросах и способах их разрешения. Какие-то комментарии главы были поддержаны громкими аплодисментами, а какие-то громкими обсуждениями касательно мусора, например. Я на этой неделе с представителем экоцентра, буду здесь, с Николаем Дмитриевичем, пройдем по всем наиболее критичным вашим объектам и посмотрим, что там творится. И прямо на месте, прямо на месте выработаем с ним решение, которое мы воплотим в жизнь. Давайте в мае я сюда приеду и мы посмотрим, что получилось. И так относительно каждого вопроса. Все они уже внесены в протокол, а главное в ближайшее время будут доведены до результата, который устроит цельчан. Ведь это и есть основная задача сходов. Ольга Лемайкина, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубин СТВ.